всем привет это очередной урок по коллекциям сегодня мы будем говорить про множество объявим множество поработаем с их методами и в качестве бонуса я покажу некоторый материал уже для продвинутых множество это такая же коллекция как массив за некоторым исключением они также как и массивы хранят значения одного типа но массивы могут хранить повторяющиеся элементы например varray 1 2 1 то множество уже так работать не будут видим что можно сохранять только уникальный так и давайте удалим эти отличия можно сказать что начнем заново попробуем объявить множество для того чтобы объявить множество нужно также как и всегда написать ключевое слово var или let потом нужно написать допустим какое-то имя для нашего множества поставить ключевое слово set в треугольных скобках указать тип например string и в круглых скобках мы вызовем инициализатор таким образом мы создали пустое множество names давайте попробуем другой тип например var other names и укажем тип явно ну пусть на этот раз будет int в принципе не будем привязываться и через литерал массива через литерал пустого массива мы попробуем проинициализировать множество так проверяем но принципе там должно все выполнить так и еще один момент так будет сам set мы просто указываем ключевое слово set и с помощью литерала массива мы инициализируем это множество какими-то значениями попрошу заметить что если мы попробуем создать множество например set1 да также зададим ему явно тип скажем string в качестве типа значения множество например захотим попробовать его проинициализировать значением массива также string то же самое значение вызвали инициализатор то у нас ничего не получится потому что array string и set string это разные типы и и мы можем инициализировать множество только литералами массивов ну и также соответственно не работает и сокращенная запись объявления множества допустим int int равно int и вызываем то есть также попробовали проинициализировать его пустым значением только в сокращенной форме и у нас ничего не получилось окей давайте же попробуем разобраться с некоторыми свойствами и значениями которые работают с множеством так у нас есть some set some set и для того чтобы узнать количество элементов хранящихся мы также воспользуемся свойством count count вот он выводит нам количество 5 давайте попробуем например names также возьмем count он укажет нам 0 все отлично далее можно проверить пустое наше множество или нет может быть вы уже догадались это свойство из empty ну который возвращает нам true если множество пустое и который возвращает нам false если множество не пустое а содержатся какие-то элементы далее что мы еще можем сделать с множествами мы можем попробовать вставить какое-нибудь значение в наше множество например names с помощью метода insert и так как это у нас множество имен давайте запишем туда несколько несколько новых имен например пусть это будет сид пусть это будет его подруга нэнси обязательно пусть к ним присоединится джон 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 и ну и питер так девочек слишком мало давайте добавим еще сюда наташу ну так в принципе нормально давайте посмотрим сколько у нас элементов множестве names у нас их 5 ну в принципе уже неплохо далее добавлять мы научились теперь мы можем удалить давайте names remove вот опять мы видим несколько несколько видов этого метода мы можем удалить первый элемент из множества только из-за того что множество не упорядочено непонятно какой там элемент первый и какой элемент по сути мы удаляем поэтому давайте мы его не будем использовать сейчас если хотите вы можете проверить это дома и я уверен что результат в принципе вас удивит потому что при каждом запуске вы будете удалять каждый раз новое значение далее давайте значит names remove и member в общем давайте попробуем удалить джона из этой истории попробую выполнить метод remove вернул нам джоном причем я я бы хотел заметить что remove возвращает опциональное значение то есть допустим давайте попробуем присвоить какой-то переменной let name равно джон и попробуем вывести это имя посмотрим что получится скорее всего он выведет optional и значение так нет ну было просто джон ну ладно мы так просто зададимся давайте поместим его в функцию typeof посмотрим что покажет нам она все верно optional string и также давайте попробуем удалить какое-нибудь несуществующее значение так индекс с индексом мы пока не будем работать так давайте удалим какого-нибудь василий надеюсь правильно писал так name почему-то записать на знак убивать так names names неправильно вот и в том случае если множество не содержит какого-то элемента то оно в качестве результата remove возвращает нам new также можно так remove можно удалить все элементы из множества и собственно все давайте проверим что наше множество из empty и из empty показал нам true в принципе мы увидели что наше множество пустое больше оно элементов никаких не содержит в принципе все окей так давайте закомментируем все что мы тут на удаляли потому что теперь хотелось бы не создавать новое множество а поработать дальше существующим так также можно пройти про итерировать это множество то есть пропустить его через цикл и что-то сделать с его элементами например так for item in names давайте просто выведем на экран ну просто выведем в консоль так item подождем пока код выполнится так и в качестве истории про порядок элементов вот обратите внимание что сейчас у нас вывелся sit peter natasha john и nancy а если мы выполним этот код еще раз так то теперь у нас порядок элементов множестве поменялся john peter nancy natasha и сид в том случае если мы хотим получить их в каком-то определенном порядке то нам нужно добавить метод sorted который отсортирует их по возрастанию да еще и к тому же вернет массив и по сути сейчас итерация произойдет не по элементам множество а по элементам массива ну попробуем выполнить так чуть увеличу в принципе мы видим что теперь у нас элементы отсортированы по возрастанию если такой пример слишком сложен для кого-то давайте попробуем еще одно множество объявить так far int так с маленькой буквы int set set проинициализируем его через литерал массива 9 так теперь int set просто убедимся что элементы перемешались так пока код выполняется так выполнится мы убедились что 7,8 ну видно что не так как я объявлял попробуем повторить всю ту же историю forItem forItem in int set и sorted так также выведем на консоль так nins это item и закроем скобку 1 1 и тут более наглядно уже видно что элементы идут по возрастанию все в принципе понятно теперь хотелось бы поговорить про операции связанные уже с самими множествами это очень интересная вещь которую вы можете использовать в своих ну в своих проектах и вот например есть несколько операций такие как комбинирование двух множеств или определение общих значений двух множеств можно ли определять содержит ли множество несколько все или одного одинаковых значения вот некоторые базовые операции над множествами вот обратите внимание на картинку в принципе тут все наглядно значит начнем с первой есть у нас операция intersection которая нужна для того чтобы создать новое множество из общих значений двух входных множеств мы видим что есть у нас множество a и b и область которая между ними выделена зеленым цветом это значит что наше множество после этого вызова этого метода будет содержать только те элементы которые содержат a и b вместе потом есть такой метод как symmetric difference и этот метод нужен для того чтобы создать множество из тех значений которые не повторяются в двух входных множествах то есть по сути множество a и множество b те элементы которые у них не пересекаются образуют соответственно уже другое множество ну и также union метод нужен для того чтобы образовать множество которое будет включать в себя вообще все элементы из двух множеств в том числе и пересекающиеся и метод subtracting нужен для того чтобы создать множество со значениями не принадлежащих указанному множеству из двух входных то есть грубо говоря мы из множества a убираем те элементы которые совпадут с элементами множества b ну и давайте теперь попробуем сделать это наглядно так закомментируем старый код давайте объявим переменную значит one set то есть это будет тип set так поместим сюда нечетные значения так один два ага три пять семь девять потом let two set также будет set поместим сюда четные значения и let three set который будет включать в себя ну пусть он включает в себя одно единичку двое ой единичку двойку далее пятерку и восьмерку так также сразу хочу вас научить что для хорошего кода и для удобной читаемости надо всегда разделять пробелами элементы массива это будет выглядеть красивее раньше я так не делал для того чтобы ускорить процесс но в будущем когда вы будете писать свой код я бы хотел чтобы вы писали его именно так так давайте попробуем все-таки теперь применить так one one set значит начнем давайте начнем с объединения union и объединив его с two set посмотрим что получится у нас должно получиться множество которое содержит в себе все эти элементы ну судя по количеству можно так это и понять далее давайте попробуем метод intersection который найдет нам те элементы которые есть в обоих множествах так intersection так и three set потому что если мы попробуем one set и поискать элементы там где их нету например two set то выдаст нам пустое множество как бы это логично так значит что мы сделали union объединение сделали общие элементы нашли так теперь давайте найдем образуем множество тех элементов которых нету ну которых нету ни в том ни в том множестве то есть короче нет перевода теперь давайте образуем то множество которое не будет содержать общих элементов соответственно one set symmetric difference так и с кем мы его давайте с three set также посмотрим что он исключит одинаковые значения посмотрим какое множество у нас получится так один два пять восемь и один три пять семь девять получается один и пять он убрал так union один intersection symmetric symmetric дифференс мы рассмотрели остался метод subtracting так one set так subtracting и также free set и на этот раз он показывает нам такое множество которое содержит элементы из one set которых нету во free set ну то есть короче только отличающиеся элементы так так закомментируем так теперь поговорим еще немножко про взаимосвязь и равенство множеств на картинке вы видите три множества и сейчас я вам немножко расскажу про их отношения к друг другу вот множество а например является над множеством множество b потому что b входит полностью всеми своими элементами множество а а в свою очередь включает все его элементы в себя ну и если следовать от обратного то множество b является под множеством множества а опять таки потому что все его элементы находятся в а также множество b и c между собой называются разделенными так как у них вообще отсутствуют какие-то элементы общие ну и попробуем перейти так оставим вернем множество с которым мы работали для того чтобы сравнить все ли значения двух множеств одинаковы нужно использовать знак правенства например one set равно one set понятно что все элементы из множества one set будут равны всем элементам из множества one set но это так просто для наглядности а теперь one set давайте проверим сравним ли с two set ну и он соответственно показывает нам false потом так one set с помощью метода is 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 sub set так sub set of мы можем увидеть все ли значения множество содержится в указанном множестве например 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 так например тут будет false ну если мы например to set укажем он укажет нам false а если мы объявим новое множество так вот вот пусть это будет супер сет супер сет то есть он такой классный все элементы все включает так один один два три четыре так ну давайте до десяти и если one set метод сабсета в супер сет то мы должны увидеть знак поменяется на true ну соответственно также есть также есть метод из супер сет супер сет и допустим давайте возьмем two set он покажет что вот это множество является над множеством над этим множеством так далее еще один метод допустим one set one set is strict is strict subset of superset так смотрим этот метод покажет нам что one set является под множеством superset но при этом они не являются равными между собой и также у superset is strict superset так возьмем теперь two 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 set и он покажет является ли супер сет над множеством над two set но при этом не равным ему если мы попробуем вызвать метод так one set is strict superset у самого себя то он вернет нам false потому что они между собой будут равны так и теперь как я говорил мы закончим работать со стандартными возможностями множеств и если вы только начинаете то в принципе здесь вы можете и закончить для тех у кого уровень более продвинутый и кто хочет знать больше я предлагаю рассмотреть ну рассмотреть некоторый бонусный пример так как тип который выбирается для множества ну вот например var так some set допустим указываем set указываем тип plotIn например и инициализируем его ну там да значение массива как вот причем самое забавное что он сейчас возьмет и повторяющиеся элементы уберет вот мы выведем все зашибись двойку убрал и в общем вот этот тип который выбирается для множества он должен быть хешируемым то есть он должен предоставлять возможность для вычисления собственного значения хэша ну или короче говоря он должен реализовать протокол хэшабл а следовательно и протокол экьютабл так как протокол хэшабл в свою очередь подписан на тот сам протокол и давай сейчас попробуем реализовать свою структуру свой тип данных которого как бы не которого как бы не включен стандартный потому что все стандартные типы такие как int, bool, stream они все являются хэшабл соответственно все являются экьютабл и для них ничего дополнительно прописывать не нужно сейчас давайте создадим свой свой какой-то тип ну пусть это будет структура ну давайте назовем ее starships ships подпишем протокол хэшабл хэшабл давайте зададим ей два имя ну имя допустим пусть у нашего корабля будет название и давайте зададим модель для нашего корабля так это будет два стринговых типа ну в принципе это все не важно не так уж то и страшно так и давайте теперь значит а ну давайте сначала не будем подписывать его под хэшабл чтобы было нагляднее так var так ships ships set значит это будет set у нас с типом starships ну тут не starships так даже starship все-таки все-таки так будет правильнее как бы когда мы пишем свои типы данных мы не указываем их во множественном числе так тут кажется надо была какая-то сразу ошибка да и мы видим что starship does not confirm to protocol hashable давайте подпишем вот протокол hashable посмотрим что все окей да вроде все окей и также с помощью литерал массива так давайте значит starship допустим это у нас что будет enterprise enterprise модель у него пусть будет один крутая такая модель и еще один starship name галактика пусть будет корабль галактика galaxy ну и модель у него пусть будет два да блин ой модель у него пусть будет два так попробуем выполнить посмотрим что получится ну можно сразу передать type of shipset да действительно мы получили множество своего собственного типа просто подписав его под протокол hashable но попрошу заметить что очень интересно если мы перейдем в hashable мы увидим что он хочет метод hash чтобы мы реализовали но есть такая особенность что если примитивы из которых состоит структура подписаны под протокол hashable сами по себе то и структура является подписанным под протокол hashable и если допустим мы сейчас попробуем написать вместо структуры класс то у нас снова выдастся ошибка так ну сначала он хочет чтобы мы реализовали инциализатор давайте его реализуем name stream так model тоже так же stream self name равняется name self model равняется model так мы реализовали инциализатор и мы видим что type starship does not confirm to протокол equitable а так же type starship does not confirm to протокол hashable вот здесь то мы видим всю силу давайте попробуем значит реализовать свою имплементацию метода hash hasher и для того чтобы получить хэш для вот этих ну для этой структуры нам нужно взять этот самый hasher hasher вызвать у него метод combine для каждого элемента hasher combine и model в принципе этот этот метод просто добавляет значение хэша вот этого значения вот к этому хэшеру так называемому и давайте реализуем протокол для этого нам нужно написать static func переопределить метод равенства значит как это стандартно пишется left hand left left hand side типа starship starship и right hand side также типа starship так их будет возвращать left hand так left hand side name значит сравниваем right hand side name и так пусть будет так ну ладно для наглядности пусть будет все однообразно name равняется right hand side почему named model model и здесь тоже model то есть по сути мы определили оператор равенства для своей структуры и теперь когда мы будем сравнить два экземпляра starship он будет сравнивать их примитивы и в том случае если здесь будет true и здесь будет true тогда и весь экземпляр starship тоже будет равен true так теперь у нас попробуем снова выполнить код вот мы видим что ошибок нет ошибок нет да также множество с нашим собственным типом создалось и это круто потому что вот свифт позволяет творить вот такие крутые вещи также еще маленькие маленькие примерчики уже не такие сложные многие говорят что в множествах нельзя работать с индексами и на самом деле если попробуем определить какое-нибудь множество так давайте укажем тип set проинциализируем также массивом если вы попробуете обратиться к нему по индексу так же как с массивом то конечно же это выдаст вам ошибку и в принципе если ограничиться этим то многие люди которые говорят что работать с индексами нельзя будут правы но на самом деле не совсем ведь если мы возьмем и напишем индекс индекс то мы увидим что можно получить какие-то индексы для хэша не для хэша а для нашего множества давайте например получим старт индекс это наш индекс первый элемент давайте попробуем получить end индекс это индекс элемента идущего за последним и теперь попробуем обратиться set start так start set start index и он вернул нам значение единственная история которая здесь покажет правоту всех остальных заключается в том что в этой записи практически нет никакого смысла из-за того что элементы в множестве не упорядочены мы попробуем выполнить это еще раз подождем и увидим что теперь тут раньше была тройка а теперь стала семерка ну и соответственно вы как бы не будете знать в какой момент времени какое конкретное значение измножить вы получаете вот и еще одна такая простенькая задачка например у вас есть массив какой-то поинциализируем вот так же литералом массива 6 1 2 8 да и у нас нам нужно сделать так чтобы из этого массива исчезли все элементы которые повторяются и остались только уникальные элементы то есть кто-то заморачивается начинает там применять знания алгоритмов как-то сравнивать элементы друг с другом хранить что-то в каком-то значении пробегать по массиву но используя множество мы можем с вами очень легко и просто set1 создать пустое множество скажем тип int insert потом for in пройдемся по всем элементам нашего массива и просто все эти элементы добавим наше множество так intersection не то insert ай 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 мгм так сколько у нас здесь было элементов изначально и теперь array равно set1 sorted так array у нас констант вот таким образом мы получили с вами массив состоящий только из уникальных значений я понимаю что это можно еще упростить и если вы сможете то я буду только рад соответственно можете написать в комментариях я бы и сам хотел посмотреть а так в целом в принципе я все рассказал про множество все что хотел все показал всем спасибо за то что смотрите надеюсь вы узнаете что-то новое для себя даже если у вас уже есть какой-то опыт и всем спасибо за просмотр пока